почему-то когда я снимаю собак не снимается улица на самом деле все очень красиво идем я буду дорабатывать свои короче недочеты гулять с собачками на длинном поводке тогда вроде все видать все гуляем обратно мы со всеми моими товарищами недоустки мне помогли у нас офигительная погода с крупными снежинками очень красивыми так вот идешь и ослабляешься ну по крайней мере пока собаки никого не увидали сегодня планируем и побежать догонная собачка нам не нужно побежать на курсинг типа тренироваться через неделю будут новые бега на приз широкой масленицы в в это в белокурики участники борзые только в данном случае с алтайского края на приз приз будет большой 20 тысяч рублей мы конечно потягаемся всей компании посмотрим что из этого получится надеюсь что-то очень хорошее и интересное ну может быть и не очень потому что в прошлом году догон у нас сошел с забега потому что мне как кажется он ничего не понял ему в принципе не сильно интересны при банке вот эти которые предлагают там зайцы механические лисы ему нужен настоящий зверь живой желательно тогда у него прям все инстинкты работают как надо короче такие дела у настоящего зайца нам конечно никто не предоставит рекомендует в таких шкурках поле в случаях пользоваться при только сразу с содранной шкурой не знаю что в этом году придумывают организаторы вот почитала тут на правила квалификационных бегов борзых до конца честно скажу не дочитала поняла что это тоже довольно таки непростое занятие если у вас в городе бега борзых проходит это тоже очень здорово потому что собаки могут в таком случае получить рабочий сертификат получается что у борзых сейчас я так понимаю есть два варианта подтвердить свою какую-то свою свою классность как рабочего специалиста участвовать в курсинге тогда будет рабочий сертификат и участвовать в охотах настоящих то есть либо испытания либо охоты в основном испытания так понимаю там все устраивают так чтобы животное показала мастерство в подготовленных условиях и на охоте дают не рабочий сертификат а полевой диплом то есть это две разные категории полевые диплома да то есть что действительно живого зайца животное способно поймать зайца лису там кого она поймает волка такое тоже говорят случается но при травы травят на волков но в рамках испытаний волка вам вряд ли кто-то предоставит я так понимаю у меня пока такого опыта нет потому что нас испытания все накрылись карантином в прошлом году возможно я поехала бездагоном но можете с авророй просто там вот допустим нам чтобы до испытаний доехать это нужно пол края пересечь чтобы вы понимали наш край размером с францию и по бюджету выходила на бензин только 10 тысяч в оба конца поэтому как бы конечно настоящих бурзятников никогда не остановит но как бы на тот момент поскольку у меня нет собственной машины для меня это как-то выглядело довольно таки ну непонятно зачем потом я посидела и подумала и поняла что вообще поговорила с заводчиками в том числе притомника трубецков заводчик на натрубиться на вот и она сообщила что допустим для животного который идет в племя довольно важно подтвердить именно рабочие качества а вот как бы действительно показать себя в деле и большинство питомников кто занимается посерьезно посерьезно с этими собаками то есть ну как только шоу момент отслеживают они в любом случае стараются получить для собак рабочие сертификаты то есть на курсинге их спутывать или соответственно вот полевые диплома лучше наверное это это другой дорогой можно без хлеба но вот я пока только в этом плане подписываюсь во всю эту движуху так это если можно назвать ну и что могу сказать когда поеду в белокуриху я буду снимать все это дело там будут еще конные бега но возможно не сильно продолжительное видео потом соберу склеил чтобы это был какой-то обзор более или менее мероприятие ну и чтобы вы понимали что с борзыми реально не скучно если заморачиваться да аврора не только потому что они вот делают как сейчас аврора дай сюда игрушечку дойму и дурюгой игрушечку меня я буду ее желать вот ну в принципе на том мы сегодня короткий прогулка по городу со снежком и борзыми закончен там пишите комментарии говорите что вы за нас болеете все вам было полезно это видео тоже благодарите давайте новые идеи для видосов мы будем рады ага до скорой связи пока пока